Олеги, давайте проверим, насколько хорошо меня слышно. Огонечек внизу экрана. В чат ничего писать не нужно. Так, реакцию вижу, значит, слышно меня хорошо. Спасибо большое. Как сказала Татьяна Викторовна, тема сегодняшнего нашего вебинара – это кинезиологические игры и упражнения в развитии психических процессов. А что касаемо самой кинезиологии, это то, что все наше новое, давно забытое старое, как известно говорить. Эти упражнения, наверное, многие из вас используют. Их очень часто используют логопеды, их очень часто используют психологи. И кинезиология, она все равно постоянно идет рядом с обучением. Но не все понимают, что эти упражнения – это кинезиологические. И иногда педагоги просто забывают их использовать, но они имеют очень хороший эффект. А касаемо сегодняшнего нашего вебинара. Будет и теория, и практические задания. Но основные практические задания, чтобы я их просто не зачитывала вам, не тратила ни свое, ни ваше время, они, все эти задания, есть в файлах. Это файлы составлены, я говорю сразу, не мной. Авторство там указано. Благодарю авторов за составление и структурирование этого материала. Я надеюсь, что вам будет полезно. Файлы эти я получила сама в рассылке. Но давайте перейдем непосредственно к теме самого вебинара. Кинезиология – это наука о развитии мозга через движение. Это перспективное научное направление, в котором синтезируются знания и методы из многих отраслей, таких как медицина, педагогика, психология, коррекционная и специальная педагогика, логопедия и многие другие. Как я уже сказала, что очень часто кинезиологические упражнения используют педагоги, психологи и логопеды. Очень часто это делают именно логопеды. Межполушажное взаимодействие возможно развивать при помощи комплекса специальных кинезиологических упражнений, стимулирующих активность головного мозга, что позволяет ребенку дольше удерживать свое внимание, сосредоточиться за предметами и явлениями и делать выводы из увиденного. Мы с вами знаем, что наша речь, наше мышление находится на кончиках пальцев, как говорят. То есть при помощи движений, при помощи развития мелкой моторики, при помощи развития межполушарного взаимодействия, мы с вами можем развивать не только речь, но и наше мышление, мышление наших обучающихся, мышление наших воспитанников. Автор Алексей Николаевич Неонтьев полагал, что под определенным воздействием кинезиологических тренировок в организме начинают происходить положительные структурные изменения. Следует отметить, что чем интенсивнее будет нагрузка, тем лучше будет результат. То есть мы с вами понимаем, что долго ребенок не сможет удерживать внимание на том или ином упражнении. Но если нагрузка будет интенсивной по своему воздействию, то она даст свои плоды. Педагогом-пестолотцем была выявлена некая связь между духовным и физическим развитием. В свое время он также выделял тот факт, что духовное воспитание занимает особую роль в жизни ребенка, так как духовное воспитание несет в себе также телесные силы. Отсюда мы с вами можем говорить, что телесное воспитание влияет на становление духовной и нравственной личности. А включая обе такие стороны, это приводит к гармоничному состоянию. Мы с вами понимаем, что духовное воспитание влияет на физическое, а физическое воспитание влияет на духовное. То есть если ребенок у нас будет не развит физически, то ему будет очень сложно развиваться духовно. Он будет направлен, вся его энергия будет направлена на то, чтобы восстановить свои физические силы, на то, чтобы восстановить свое здоровье. Допустим, вы когда болеете, сильно ли вы хотите развиваться духовно? Вы, наверное, хотите как можно быстрее выздороветь. А если это хроническое какое-то заболевание, если это постоянные болезни, то, естественно, мы не можем думать о каком-то там дальнейшем развитии. И именно исходя из этого, кинезиологические упражнения помогают не только развивать интеллект, но и развиваться физически. Основным методологическим принципом кинезиологии является постелат Павлова о том, что процессы, происходящие в коре головного мозга, являются физиологической основой всей психической деятельности человека. Важным здесь есть психические процессы, которые составляют основу формирования мышления, поведения и деятельности, и относящиеся не к области врожденных, а развиваемых при жизни. То есть физическое наше состояние мы развиваем при жизни. Оно нам не дано, да, закладки, естественно, нам даны, но мы можем его развить. Не менее важным постелатом кинезиологии есть теория усовершенствования построения движения Бернштейна, где за уровни приняты морфологические слои центральной нервной системы. Предметом исследования кинезиологии есть влияние двигательных действий на физиологическую систему организма человека. То есть то, как наше движение влияет на сам организм. А сама же кинезиология направлена на выявление и устранение нарушений, которые возникают между мышцами, меридианами и отдельными органами. То есть наша наука кинезиология, она исследует то, как влияет наше движение на организм. А важная связь между интеллектом, чувствами и телом, которые помогают ученику положительнее и легче усваивать информацию. При этом успешно усваивать самые сложные задачи, как интеллектуальные, так и прочие, является самой главной задачей образовательной кинезиологии. То есть здесь кинезиология как наука является, она изучает то, как наши чувства, как наши реакции отражаются на нашем здоровье. И то, как наши физические упражнения помогают нам развиваться интеллектуально. Если говорить о том моменте, когда же мы с вами можем начинать, когда более эффективно проводить кинезиологические упражнения, об этом мы тоже сейчас с вами поговорим. Самый благоприятный период для развития интеллектуальных способностей от 3 до 9 лет, так как в этот корабль больших полушарий еще полностью не сформировано. В связи с чем в таком возрасте крайне важно развивать память и мышление внимания, основные базовые направления, на основе которых потом будет строиться обучение и дальнейшая трудовая деятельность человека. То есть когда мы можем с вами начинать использовать кинезиологические упражнения с 3 лет, вполне это уместно. Ребенок уже может контролировать свои движения. И здесь, конечно, написано до 9 лет кинезиологические упражнения можно использовать и со взрослыми, и с подростками. Исходя из собственного опыта подростков, это очень сильно захватывает, им это очень нравится. Особенно если эти упражнения идут в каком-то соревновательном моменте, то, соответственно, у нас здесь подростки начинают подключаться и соревноваться друг с другом. Что тоже дает должный эффект. Но, опять же, нужно следить за тем, чтобы соревнование не переходило в конфликт. Для того, чтобы понять суть кинезиологических упражнений, в первую очередь необходимо определить понятие функциональной асимметрии полушарий и межполушарного взаимодействия. Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств. Межполушарной специализацией и межполушарным взаимодействием. То есть то полушарие, которое у нас отвечает, основное полушарие, да, и то, как наше полушарие взаимодействует, которое обусловлено стабильностью переносной информации из одного полушария в другое. Функциональная асимметрия мозга полушарий – это свойство мозга, которое отражает различия в распределении нервно-психических функций между его левым и правым полушариями. Формирование и развитие этого распределения происходит еще в раннем возрасте под влиянием комплекса биологических и социокультурных факторов. А функциональная асимметрия полушарий является одной из причин существования человека определенной структуры психики. Хотелось бы в плане полушарий услышать такой момент от вас. Очень часто задаю этот вопрос на вебинарах. Как вы считаете, если ребенок легша, переучивали бы лично вы его и нужно ли его переучивать? Хотелось бы услышать ваши ответы в этот момент и в конце я постараюсь посмотреть. Так, вижу, ответы нет. И в конце мы тоже сегодня с вами этот момент тоже обсудим. Если мы с вами говорим, давайте немножечко посмотрим. Так, вижу, достаточно ответов нет. Но давайте я говорю сразу об этом, не переходя дальше. Не рекомендуется, естественно, переучивать, и переучивать не нужно. Почему? Потому что это одно и то же, что мы прокшу заставим писать левой рукой. То есть у ребенка все наоборот, а мы даем нагрузку на его нервную систему для того, чтобы он делал как все. Если у него, так, вот Людмила пишет, считай, что не надо, хотя ему будет нелегко в правополушарном мире. Могу сказать честно, я легша. Никаких неудобств, таких прям сильных, ну вот как бы на протяжении всей жизни. И я еще противник того, чтобы давались какие-то ручки для левшей, ножницы для левшей. Это тоже неправильно. Ребенок все равно приспособится к этому моменту. Не нужно как бы корректировать это извне. Так, ну, с левшей мы закончили. Давайте теперь быстренько посмотрим, за что же у нас отвечает наше левое полушарие. Левое полушарие – это наша речь, а правое полушарие – это оценка неречевых факторов и музыкальной способности. А левое полушарие – это наше аналитическое абстрактное мышление, а правое – это эмоциональная окраска речи. Следующее левое полушарие – это последовательное восприятие, а правое – это пространственная ориентация. Левое полушарие у нас оно такое логичное, да, это последовательная обработка информации. Правое же – это наша невербалика, обработка невербальной информации. Левое полушарие – это восприятие времени, правое – воображение, фантазии, мечты и художественные способности. Левое – идентификация и нахождение сход и предметов. И правое полушарие – это восприятие зрительных объектов. Я вам сейчас кратко в табличке, что за что отвечает, немножечко напомнила, наверное, вы все это знали. Так, вот вижу вопрос по поводу амбидекстер. Амбидекстер, смотрите, почему нет? Если ребенок одновременно может работать и левой, и правой рукой, почему нет? Мы развиваем оба полушария, и это минус ему, естественно, не будет. В плане того, что кого переучивали, не все становятся амбидекстерами, а кто-то переходит просто на правую руку, но нагрузка на нервную систему ребенка, нагрузка на нервную систему человека идет с двойной силой. То есть вот вы правша, вас заставляют писать левой рукой. Комфортно ли вам это? Я сомневаюсь. Вот этот вот момент. Переучивать ни в коем случае мы не переучиваем. Ребенок работает двумя руками. Замечательно, мы можем развивать две руки. Это тоже будет большой плюс. Три основных типа организации. Это левополушарный тип. В случае, если... Смотрите, оба полушария, да, они значимы, естественно. Но я вам сейчас буду говорить как раз именно о типах людей. Левополушарный тип. Именно одного типа его не будет, он все равно будет смешанный. Но одно из полушарий может преобладать. Так, извините, отвлеклась, да, что утверждают, это деление, оно относительное, оно не прям стабильное. Это деление, как бы так сказать, оно, как я уже сказала, 100% левополушарных детей и людей не будет, и правополушарных не будет. Но одно из полушарий будет все равно преобладать. Оно условное, да, извините, немножечко отвлекаюсь, поэтому... Да, это деление, оно условное. Давайте перейдем. Структурировано. Структурировано. Это деление обуславливает наглядно образное трехмерное мышление, которое связано с целостным представлением ситуаций и тех изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности. И есть у нас еще один тип, это равнополушарный тип. Такой тип определяется отсутствием ярко выраженного доминирования одного из полушарий, предполагая их синхронную деятельность в истории стратегии мышления, а также существует гипотеза эффективного взаимодействия правого и левого полушария как физиологическая основа общей одаренности. Это наше хорошее межполушарное взаимодействие. То есть, если наши полушария очень хорошо взаимодействуют между собой, то, естественно, у нас будет выбор, как же поступить в той или иной ситуации. И это будет большим плюсом для развития ребенка. В результате развития левого и правого полушарий происходят следующие моменты. Это улучшение памяти, улучшение внимания и речи, снижение утомляемости, повышение способности к произвольному контролю, повышение работоспособности, активизация интеллектуальных и активизация познавательных процессов. Если мы с вами говорим о кинезиологических упражнениях, какие же это упражнения? Какие упражнения? Что у нас улучшают? Так, Марина задает вопрос. Я так понимаю, что оба полушария разноценны и их развитие работы доступно всем. Если мы развиваем оба полушария, то, естественно, да, мы можем добиться этого развития. Давайте перейдем к нашим упражнениям, к кинезиологическим упражнениям, увеличивающие тонусы коры головного мозга. Какие же это упражнения? Сами упражнения у вас будут немножечко... О них позже я расскажу. И эти упражнения есть у вас в материале, который вы можете скачать. Какие же упражнения у нас увеличивают тонус коры головного мозга? Это прежде всего дыхательные упражнения. Массирование биологически активных точек. Упражнения повышают энергетику коры головного мозга. За счет этого у нас повышается тонус коры головного мозга. Следующий вид упражнений – это упражнения, улучшающие возможности приема и переработки информации, что тоже немаловажно в момент обучения и восприятия информации. Это движение конечностями перекрестного латерального характера. Упражнение восстанавливает межполушарные связи и функциональную асимметрию мозга. То есть, когда у нас, допустим, выполняет упражнение левая нога и правая рука. Вот таким вот образом, да? Даже если вы сейчас попробуете, грубо говоря, правой рукой нарисовать треугольник, а левой ногой провести в воздухе квадрат, могу сказать честно, это для вас будет очень сложно без тренировки сделать. Но долго тренируясь, дети это делают и выполняют это успешно. Следующий вид упражнений – это упражнения, улучшающие контроль и регуляцию деятельности. Движение и позы перекрестного характера, которые восстанавливают связи между лобными и затылочными отделами мозга. Устанавливают баланс между левым и правым полем человека. Следующий момент – это необходимо для того, чтобы наши кинезиологические упражнения давали должный эффект, чтобы они были эффективны. Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать определенные условия. А какие же это условия? В методичках эти условия тоже у вас прописаны, когда и как лучше выполнять наши кинезиологические упражнения. Занятия проводятся утром. Занятия должны проводиться систематически, то есть ежедневно и без пропусков. Не так, что вы провели два занятия в месяц и говорите, что кинезиологические упражнения не дают должный эффект. Нет, как и везде, в этих упражнениях у нас должна быть система. Следующее занятие проводится в доброжелательной обстановке. Не так, что мы гоним детей на эти упражнения. Мы должны заинтересовать... Да, Марина, мы... Извините, я снова отвлекаюсь на чат. Мы должны задействовать оба полушария ребенка. За счет этого у нас идет интеллектуальное развитие, развитие внимания и памяти. Так, переходим к нашим моментам, к нашим условиям. Давайте сделаем так. Чтобы я сейчас не отвлекалась на чат, у нас есть вкладочка внизу-вверху «Вопросы». Давайте пока все вопросы мы отправляем туда. В конце я на все вопросы отвечу. Просто я начинаю вести вебинар, отвлекаюсь на вопросы. Это не очень хорошо. Давайте вкладочка «Вопросы» отдаемте, и в конце на все вопросы я, может быть, на какие-то там организационные, Татьяна Викторовна ответит, но пока я на них отвечу. А следующий момент. Занятия проводятся в доброжелательной обстановке. То есть ребенка мы не должны гнать на занятия, мы должны суметь его заинтересовать этими занятиями. Но исходя из практики, дети любят эти занятия, и они с удовольствием их выполняют. Потому что, во-первых, это физическая активность. Если у нас дети будут постоянно сидеть, то, естественно, им будет скучно. Это тот возраст, когда детям нужен выплеск энергии, нужен выплеск физической активности, и они с удовольствием выполняют эти упражнения. Следующий момент. От детей требуется точное выполнение движений и приемов. То есть мы должны контролировать, как же ребенок выполняет то или иное упражнение, и правильно ли он это делает. Это не должно быть, что он повторил, как смог. Нет. Да, первый момент он, допустим, повторил, как смог, потом мы этот момент корректируем, чтобы он выполнял все правильно. Упражнение проводится стоя или сидя за столом. Упражнение проводится по специально разработанным комплексам. Опять же, в методичках есть специально разработанный комплекс, и большое спасибо авторам. А длительность занятий по одному комплексу составляет две недели. То есть вы берете определенный комплекс, не заменяя какие-то упражнения. Вы оставляете все эти упражнения и выполняете эти упражнения в течение двух недель. Как я уже сказала, утром, ежедневно и в доброжелательной обстановке. Все это тоже очень сильно влияет на восприятие и на эффект. Специальные кинезиологические занятия проводятся по определенной схеме. В первую очередь необходимо настроить на предстоящие упражнения. Именно для этого происходят так называемые упражнения растяжки. Что же это за упражнения? Сюда входят задания, которые направлены на максимальное напряжение, а затем расслабление определенных мышц. Там в методичке у вас будет одно из упражнений. Это снежная баба, либо солдат. Когда у нас ребенок сначала расслабляется, а потом он концентрирует свои мышцы. Это вот одно из упражнений растяжек. Далее, после того, как дети настроятся на выполнение заданий, им предлагается несколько дыхательных упражнений, которые направлены на развитие чувства ритма и самоконтроля. То есть мы выполняем ритмичные упражнения и упражнения, которые ребенок должен контролировать. Следующим этапом является упражнение, сочетающее движения с отслеживанием глазами. Они стимулируют взаимодействие полушарий, снимают мышечные зажимы. И заключительным этапом должна быть релаксация, должен быть отдых и снятие напряжений. Мы должны в самом конце расслабить детей, расслабить и снять то мышечное напряжение, которое у нас было в течении всего нашего занятия. При систематических кинезонологических занятий для усложнения используют разные приемы. Допустим, ускорение темпа, исключение зрительно-речевого контроля. Здесь выполнение упражнений с закрытыми глазами, слегка прикушенным языком. То есть мы закрываем глаза, все наши внешние зрительные анализаторы отключены, и мы прикусываем язык. И наоборот, подключение к движениям рук, движения языка и глаз. Переключение к двигательным упражнениям дыхательных. То есть здесь у нас идет комплекс упражнения подключения в визуализацию, мысленно-представление какой-либо картинки. Это когда мы уже усложняем наши упражнения, когда у нас уже закрепилась определенная структура наших занятий, и чтобы усложнить их, чтобы не было наше занятие однообразным и легким. Краткая характеристика основных кинезиологических упражнений. Растяжки нормализуют тонус мышь, что является одной из важнейших задач коррекционно-развивающей работы. Любое отклонение гипотонус или гипертонус от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших изменений в психической и двигательной активности детей. Негативно сказывается на общем ходе развития. Естественно, если у ребенка будет гипертонус, то пока мы не устраним эту проблему, а какой мыслительной или интеллектуальной хорошей качественной деятельности может тереть. Как я уже говорила, что если мы болеем, нам главное выздороветь. А точно так же и с гипотонусом. Если у нас нет силы в мышцах, если у нас нет активности, то, естественно, выполнять какие-то другие интеллектуальные упражнения нам будет очень сложно. А следующее – это массаж. Коррекционно-развивающая психологическая работа или же локопедическая работа включает различные виды массажей, что создает дополнительную аферентацию тела. При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов, проводящих путей, усиливается рефлекторная связь коры головного мозга с мышцами и сосудами. Наверное, пользу массажа оспорить мы не можем. Мы все понимаем, что это положительно влияет на функциональные изменения на само наше тело, на его здоровье. Но, опять же, необходимо учитывать те моменты, что массаж необходимо проводить правильно и по определенным критериям. Под влиянием массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, оказывают тенизирующее воздействие на центральную нервную систему, в результате чего повышается ее регулирующая роль в отношении всех систем и органов. Для развития вестибулярных моторных связей можно использовать быстрое и свободное перемещение в пространстве. Какое же это может быть перемещение? По вертикали это перемещение на пружинных снарядах, прыжки вниз на мягкие маты, прыжки в воду, скальзывание вниз по наклонным плоскостям. То, что касаемо всех этих упражнений, да, некоторые из упражнений требуют определенного материально-технического оснащения, но не всегда упражнения кинезиологические этого требуют. Следующее. По горизонтали прыжки на фитнес-мячах, перемещение на роликовых досках, на роликах, велосипедах и так далее. Вращение вокруг своей продольной оси – это лечебная центрифуга, вращающиеся кресла, кольца и трапеция. Вращение вокруг своей поперечной оси – пувырок вперед в воде или, например, в холодильнике. Но, опять же, необходимо все эти моменты выполнять с человеком, который этому обучен, чтобы не было никаких травм. Следующее. Маятниковое возвратно-посыпательное движение – это качели, карусели, гамак. Да, недаром дети любят качели, потому что это тоже является положительным моментом. И уменьшение чувства гравитации или частичная невесомость – это прыжки на батуте, фитнес-мячи, прыжки в воду, соскальзывание вниз по наклону на плоскостях или же плавание. Сейчас, минуточку. Упражнения для развития сенсорных систем – это обоняние, осязание и вкусовые рецепторы. Сенситивный период для развития таких функций, как обоняние, осязание и вкусов, приходится на дошкольный возраст. Поэтому детям необходимо предлагать упражнения для изучения и узнавания закрытыми глазами различных запахов и вкусов. Но нужно быть внимательными в плане запахов и вкусов. Сейчас мы с вами все знаем, что очень много детей аллергиков. Поэтому, исходя из собственного опыта, когда я беру ребенка на занятия, я сразу выясняю, есть ли у него на что-либо аллергия. Не важно, собираетесь вы использовать что-то или нет, но знать об аллергических реакциях необходимо, потому что реакция может быть разная. Поэтому как совет брать именно вот эту информацию об аллергии, потому что запахи, вкусы очень сильно могут повлиять на дальнейшее здоровье ребенка. Следующий момент – это ощупывание и узнавание различных предметов и поверхностей, а также использовать работу с бархатной бумагой, пластилиной, водой, рисованием пальцами, с какими-то фактурными элементами. Это тоже будет большим плюсом для развития сенсорных систем детей. Следующее упражнение – это упражнение для тонального звукоразвлечения, шумовое восприятие. А что у нас включено сюда? Это умение воспринимать, дифференцировать и называть услышанные звуки. Это умение является основой такой сложнейшей функции, как пневматический слух, а значит и лингвистических способностей. Наши логопеды очень часто используют сначала не речевые звуки, естественно, для того, чтобы ребенок воспринял их, а потом уже переходят к речи. А сейчас очень активно воспринимается и очень прям родителями воспринимается на ура. Это логаритмика, которая тоже развивает наш пневматический слух. Это упражнение для развития зрительной памяти, зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторной координации. Для полноценного психического развития детей требуется пространственно-поисковая активность органов зрения. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить пространство зрительного восприятия. В трехмерной среде глаза находятся в постоянном движении. Они собирают информацию, строят сложные схемы образов, которые необходимы для обучения. За счет наших кинезиологических упражнений мы тоже развиваем наше зрительное восприятие, и это является большим плюсом для интеллектуального развития. Следующий момент – это визуализация. Она является воссозданием и управлением в вазе пространстве мышления объекта. Явления или события – это могут быть зрительные, слуховые, знаковые, связательные, обонятельные и какие-то другие образы. А визуализация происходит в обоих полушариях головного монга, что эффективно развивает зрительное восприятие и межполушарное взаимодействие. А упражнения могут выполняться и с закрытыми глазами, чтобы это было легче для детей. Упражнения для развития артикуляции. Упражнения построены на движении артикуляции. Аппарат, астимулирующие работу базального ганглиолимбической системы, включая специализированную область, это черт-субстанция, которая соединяет базальный гангли с плотной долей мозга и контролирует наше мышление, контролирует нашу речь и контролирует наше поведение. В процессе таких занятий у ребенка постепенно вырабатывается четкая координация движения артикуляционного аппарата, движения языка и губ становятся более точными, что способствует развитию речи. А мы с вами знаем, что развитие нашей речи – это развитие нашего интеллекта. Упражнения для развития мелкой или же тонкой моторики пальцев рук. А давно известно, что развитие мелкой моторики рук связано с развитием левой височной и левой лобной областей головного мозга, которые в свою очередь отвечают за формирование многих сложнейших физических функций и учебных навыков, которые будут необходимы для учебы в дальнейшем. Уровень развития речи детей также находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. Как я уже говорила, что на кончиках наших пальцев находится наш интеллект и наша речь. Упражнения для развития крупной моторики тела и межполушарного взаимодействия. Процесс психического развития детей наиболее эффективен при условии их высокой двигательной активности. Как я уже говорила, что дети очень любят двигательную активность. Им нужно куда-то выплескивать энергию. И если мы посадим ребенка, плюсом ему это не будет, если он не будет физически активничать, какие-то физически активные упражнения. Если же мы с вами говорим именно о кинезиологических упражнениях, то при регулярном выполнении перепресных движений образуется большое количество нервных волокон, связывающих с полушарием головного мозга, что способствует хорошему развитию высших психических функций. А телесные упражнения способствуют развитию чувствования своего тела, обогащению и дифференциации получаемой центрной информации. Следующий момент – это у нас дыхательные упражнения, о которых я тоже сегодня говорила. Эти упражнения развивают чувство ритма, повышают энергетическое обеспечение мозга, то есть у нас кислород попадает в мозг в более больших объемах. Элементируют многие соматические нарушения, успокаивают, снимают стрессы. Умение произвольно контролировать дыхание, развивает самоконтроль над поведением, над эмоциями, речью, движением, формирует внутреннюю дисциплину. Особенно эффективно дыхательное упражнение для коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. То есть при помощи дыхания гиперактивность этих детей мы можем немножечко снизить, мы можем помочь им правильно контролировать свое поведение при помощи, опять же, дыхания. Так, релаксация – это наше заключительное упражнение, о котором я говорила. Оно обязательно для чего? Если мы сделали активное занятие, мы должны помочь детям отдохнуть, то есть снять все это напряжение, которое было у нас на протяжении нашего активного занятия. Релаксация может проводиться как в начале занятия с целью настройки, так и в конце, с целью интеграции, приобретения в ходе знания, опыта. Интеграция в теле или релаксация, самонаблюдение, воспоминания являются частью единого процесса. За ней следует интеграция в движение, в невербальный компонент и в обсуждении вербальный компонент. Эти три составляющие создают необходимые условия для релаксации. Упражнение для развития пространственных представлений. Это формирование пространственных представлений начинается с ориентации того, как ребенок воспринимает собственное тело в пространстве. Если у ребенка своевременно не будут развиты пространственные представления, это может привести к нарушению вектора считывания листа при обучении в школе. То есть он не будет правильно читать, он может читать с другой стороны, он может читать снизу вверх. Все это взаимосвязано, и все это завязано на том, как ребенок ощущает свое тело в пространстве. Кроме того, возникнут трудности с изучением геометрии, физики, литературы и тех предметов, которые требуют хорошо развитых пространственных представлений. Следующее это развитие коммуникативных навыков. Коммуникативные упражнения делятся на индивидуальные, групповые. Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и углубление контакта с собственным телом. Невербальное выражение состояния и отношений. Парные упражнения способствуют расширению открытости по отношению к своему партнеру, способности чувствовать, понимать и принимать его. Их групповые упражнения дают детям навыки взаимодействия в коллективе через организацию совместной деятельности. При развитии межполушарного взаимодействия посредством кинезиологии необходимо учитывать некоторые рекомендации. Педагог должен показывать упражнения четко и последовательно. Необходимо начинать с легких упражнений и переходить к сложному, то есть от простого к сложному. Не стоит торопить ребенка, как-то давить на него. Все упражнения должны дети делать с удовольствием. Не стоит ускорять темп только после того, как движение остановится. Мы ускоряем темп, не стоит его ускорять, если ребенок не освоил упражнение. Вот он освоил упражнение, после этого мы начинаем ускорять темп. После того, как движение будет отработано, необходимо предложить ребенку самостоятельно произносить стихотворные тексты, сопровождая эти тексты движениями. То есть здесь мы подключаем еще и нашу речь. Для развития межполушарного упражнения упражнение улучшает мыслительную деятельность, синхронизирует работу с парикой, как я уже говорила об этом, способствует улучшению запоминания, повышает устойчивость внимания, облегчает процесс письма. Потому что, как я уже говорила, если у нас ребенок будет плохо ориентироваться в пространстве, то у него будут проблемы с владением чтением и с владением письмом. Какие же упражнения... Сегодня вот прям кратко, потому что я смотрю, времени осталось немного, у вас еще есть вопросы, как я вижу во вкладочке. Какие же упражнения мы можем с вами использовать? Еще раз повторюсь, все эти упражнения описаны в дополнительных материалах, которые вы можете скачать. Первый комплекс — это колечко. Оно используется многими и очень часто. Это поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя кольцо с большим пальцем. Последовательно указательный, средний и так далее. Проба выполняется в прямом, то есть от указательного к мизинцу, и в обратном порядке, от мизинца к указательному. В начале упражнения выполняется сначала одной рукой, то есть это происходит вот таким вот образом. И в другую сторону. Сначала мы выполняем с вами это одной рукой, потом мы выполняем это упражнение уже двумя руками. Кулак, ребро, ладонь. Ну, к сожалению, я показать не могу, это стало не видно. Здесь три положения. Руки на плоскости, они последовательно меняют друг друга. Сначала мы это произносим вслух, то есть ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, и ладонь ребром на плоскости. Выполняется, допустим, сначала правой рукой, потом левой рукой, и затем двумя руками одновременно. А количество повторений – это вот. Чтобы ребенок запомнил, то мы, есть определенные песенки, да, для детей, чтобы их заинтересовать, либо просто говорим кулак, ребро, ладонь. Сначала это произносится вслух, потом ребенок выполняет это упражнение уже молча. Следующий момент, следующее упражнение, оно называется лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в другую сторону. Кулак разверните пальцами к себе, правой рукой прямой ладони в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу, то есть таким вот образом мы это делаем. Потом мы должны с вами поменять наши руки. После этого одновременно смените положение правой и левой руки. Необходимо повторить 6-8 раз. И после того, как мы с вами повторили, мы добиваемся высокой скорости. То есть чем быстрее ребенок это делает, тем лучше. Следующий момент, это зеркальное рисование. Мы предлагаем ребенку положить на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или по мастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки. Для удобства этого упражнения мы предлагаем своим детям рисунки, которые уже есть функтируем. То есть ребенок не придумывает, что нарисовать. Он сначала просто обоит. Но очень важно, чтобы это было сделано двумя руками одновременно, а не сначала одной рукой, а потом другой рукой. При выполнении этого упражнения вы почувствуете, как начинают расслабляться глаза и как начинают расслабляться руки. Следующее упражнение, это ухо-нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное ухо. То есть, образом мы с вами делаем, да? После чего мы одновременно, отпуская ухо и нос, сначала можно просто это менять, потом это с хлопком в ладоши. Мы должны поменять наши руки с точностью, с точностью, но наоборот. Так, ну давайте упражнения я больше зачитывать вам не буду. Основные такие, которые самые распространенные, я вам показала. Остальные упражнения вы сможете посмотреть точно так же, как и все комплексные упражнения. Первое, это в презентации. И второе, вы сможете их скачать вместе с дополнительными материалами. Это тоже большой плюс. Смотрите, первый вопрос. С трех лет можно проводить такие занятия? Да. А лучше мы можем проводить... Это стоит трех лет. Следующее. Как можно обыграть начало занятий с ребенком трех лет дома? Они любят заниматься, отвлекаются. Есть ли какие-то готовые придумки, сказки для занятий? Я дома не провожу такие занятия. Смотрите, готовых сказок у меня, к сожалению, нет. Предоставить их я вам не могу. Ну, следующий момент. Сейчас, минуточку. Следующий вопрос. Так, отключилось. Я показываю студентам, чтобы они использовали на физкульт-минутке снять, но получается не с утра, а в разное время. Смотрите, эффективность, да, она будет снижаться. Почему? Потому что у нас еще свежий, как бы, организм, и утром это будет все эффективней. Поэтому у нас это будет большим плюсом. Смотрите, еще вопрос. Можно ли использовать с детьми с нарушением двигательного аппарата? Вы, опять же, смотрите, какие у вас есть нарушения. И можно ли выполнять эти упражнения с этим ребенком? Вы смотрите по здоровью. Так, про эффективность я сказала. Это минусом не будет, да, если вы, так, перескочила с одного вопроса, на другой. Давайте сначала по поводу студентов и кинезиологических упражнений. Здесь минусом не будет, но именно как программа, как система кинезиологических упражнений, их лучше использовать в комплексе и в первой половине дня. То, что они используют это на феструк-минутках, это тоже большой плюс. Следующее. Нарушение опорно-двигательного аппарата. Как я уже сказала, если ребенок способен выполнить те или иные упражнения, то мы даем ему эти упражнения. Но, опять же, мы смотрим, чтобы эти упражнения были для него посильны. Следующий вопрос. Если я соберу детей, будем говорить о прошедшем дне, попрыгаем, мы не выйдем на ваше предложение. Мы упустили или нет из того, что вы предлагаете? Немножечко не пойму вопроса. Марина, не совсем понимаю вопроса. Именно кинезиологические упражнения – это комплекс упражнений. Вы можете их включать в какие-то свои мероприятия. Но именно, чтобы они давали определенный должный эффект, это должен быть комплекс. Все упражнения проводятся 10-12 минут. То есть все блоки, вот Людмила спрашивает, какова длительность упражнений на мелкую моторику и дыхательных упражнений. Мы должны все блоки, которые я сегодня перечислила, включая релаксацию, включая введение в упражнение, разбить на максимум 12, но совершенно максимально это 15 минут. при этом с постоянной сменой вида деятельности. Вы можете на каком-то занятии дыхательные движения сделать немножко подольше, а на каком-то, допустим, мелкой моторике вы можете сделать подольше. Но все комплексы упражнений, включая введение и релаксацию, вы должны провести. Смотрите, приведите, пожалуйста, пример релаксации в теле, в движении и вербально. Смотрите, здесь вы расслабляетесь, то есть ребенку можно предложить... То есть вербально это вы описываете, вы рассказываете какое-то, допустим, стихотворение, либо поете песенку, и при этом вы можете там качаться на шарике, да, то есть вы расслабляетесь вот таким вот образом. То есть вы произносите то, что вы говорите, при этом делаете какое-то упражнение. А если ребенок владеет как правой, так и левой рукой, как правильно поступить в этом случае. Необходимо вам просто давать ему возможность, допустим, сегодня он ест левой рукой, взял ложку в левую руку, потом в правую руку, не давить на него и не говорить на него, не говорить ему, что выбирай, какой рукой ты будешь там, допустим, есть. Нет, какую руку он взял, мы стараемся помочь ребенку развить обе руки, развить оба полушария. То есть здесь мы не давим и не даем ребенку такой вот прям настоятельность, чтобы он выбрал тот или иной, ту или иную руку, тот или иной предмет, в какую руку он его возьмет. Так, ну во вкладочке вопросов, насколько я вижу, вопросы закончились. Так, в вопросах я больше ничего не вижу. Так, вижу еще один вопрос, он попал в общий чат. Как вы считаете, сколько человек одновременно можно привлечь к групповому занятию, чтобы было качественно его провести? Знаете, знаю педагогов, которые проводят и на 30 человек, а знаю педагогов, которые не могут, им сложно лично проводить занятия и для четырех человек здесь, а можно лично оценивать свои силы. Ну, допустим, конкретно для меня комфортно – это 12-15 детей. Это для меня комфортное количество детей. Кто-то, я знаю людей, которые проводят и на 30 человек, и комфортно себя чувствуют, и дети у них понимают, воспринимают, они успевают все проконтролировать. Поэтому здесь, исходя из ваших возможностей, вы можете набирать ту или иную группу. Ну, на сегодня у меня все. Так, где найти упражнения для коммуникации? Смотрите, я уже говорила, что есть методические рекомендации, которые вы можете скачать. Там все эти упражнения есть, поэтому скачивайте, пока есть возможность, пока трансляция не отключилась, вы можете скачать их. Здравствуйте, подскажите, как использовать батут? Смотрите, здесь у нас могут быть ритмичные прыжки, но, опять же, нужно смотреть, чтобы это было все очень аккуратно. То есть положение, смена положения ребенка в пространстве – это тоже большой плюс. И на батуте мы прыгаем. Естественно, мы используем это в качестве прыжков, но мы эти прыжки делаем ритмичными и включаем их в программу. Не так, что ребенок просто прыгает и ничего не делает, а это должен быть определенный ритм. Вы можете использовать музыкальные какие-то моменты, вы можете использовать стихотворные моменты. Следующий момент. Так, вроде бы на вопросы я ответила, как скачать материалы вам сейчас Татьяна Викторовна подскажет. Но лично у меня на сегодня все. Я надеюсь, информация вам была полезна, вам была интересна. Но жду Татьяну Викторовну для завершения вебинара. У меня все. Всего доброго. До свидания. Было приятно с вами работать.